Доброе утро, Утро ТВ в эфире. Лариса, ну несправедливая, надо еще сказать, что Лариса и психолог, и вот мы как раз-таки будем сегодня обсуждать тему субординации. Вообще, субординация, она помогает или мешает? И нужна ли она вообще в нашей жизни? Нужна, нужна, потому что равенства, равенства нет ни в коллективе, ни в семье. Да, оно невозможно. А я тебе всегда говорил, почему? А как же дружба, равенство, братство? А вот так, невозможно. Рабочий коллектив, так же, как и семья, это как маленькое государство, которое существует по законам, именно и по принципам пирамиды. Ну, я как сказкотеропевт вам говорю, например. Король? В любом царстве и государстве есть король, есть слуга. И у каждого своя задача, свое назначение и свои функции. И вот субординация наша, любимая, она и позволяет выстроить порядок. Выстроить порядок не только на местах, но и в отношениях между людьми. То есть это и дома даже должна, ну как, должна быть, она присутствует, так или иначе? Она присутствует, без нее никак. Но это же всегда связано с подчинением, а подчинение связано с подавлением, а подавление это стресс. Ты, я вижу, бунтуешь, да? Да. Слуга. Ну, наоборот. Ну, подчиняется, получается, что так, получается, что связано с подчинением. Понимаете, мы же все разные, и взгляды у каждого, у каждого свои. И всегда должен быть главный, кто управляет, кто руководит, и кто, в конце концов, ответственный за результат. Ну, на самом деле, не все же так просто, да? Не обязательно кто-то король, кто-то слуга. Есть такие должности, как королевы, придворные шуты, а есть еще некоторые люди. Ну, вы скажете, шуты, они обычно выполняют функцию критики, да? Вот есть кто любит начальника, боготворить, а есть кто постоянно говорит, вот он что-то не то сделал, опять что-то не то сделал. Они нужны или от них надо избавляться? Они нужны, у каждого своя задача в этой системе. Ну, у критика какая задача? Ну, у критика задача будет показать это зеркало для короля. Ну, и в семье то же самое получается? Да, и в семье то же самое. Я начинаю сразу анализировать, как у нас, как на работе, как дома, кто есть кто. Хорошо. Что вы такие? То есть получается, что дело не всегда в начальнике, иногда дело в нас самих. То есть каждый человек сам решает, кем ему быть. А как быть в ситуации, когда возникает протест, что вроде как я же хочу быть начальником, в плане принятия решений, брать на себя ответственность, а не получается. А субординация? Они дают. А понимаете, это и связано с тем, как мы воспринимали авторитет. Авторитет, родители, будучи детьми. Так. Либо мы протестовали против тех правил, которые устанавливал нам кто-то, либо мы, наоборот, принимали их и даже им подчинялись. Хорошо, связь какая? Вот если человек бунтовал, давайте по порядку. Вот человек бунтовал, вот он высказывал свое негодование, всячески отрицал то, что говорили родители. И что из него вырастет? Бунтай. Он будет увольнять, понимаете? Да-да-да, у него будет внутренний конфликт. Он приходит на работу, он видит того, кто выше его рангом, или тот, кто дает ему какие-то указания и инструкции, и внутри возникает конфликт. У него возникает свое видение, он не умеет жить в этих границах и в этих правилах, которые ему установлены кем-то свыше. Он протестует. И тогда от этого страдает все. И страдает результат фирмы, наше финансовое положение, как правило. И страдает, ну и сам человек. А что делать-то человеку? Чтобы личность не подавилась. Ну, не то, что не подавилась. Он же не виноват, что он бунтарь, да, его так воспитали. Возможно, в детстве ему больше всех каши клали, да? И говорили, что ты самый умный, самый великий. А он приходит в фирму, а оказывается, не самый умный, не самый великий. И каши не докладывает. Но все равно надо же что-то делать, да как-то себя перебороть. Есть какие-то способы, средства? Конечно же есть. Вы понимаете, главное для себя понять и принять, и осознать, то, что мы у начальника не в дружбе, мы у него на службе. Нет ничего личного, только работа. И второй момент, очень важно для каждого из нас понять, есть ли ценность, и найти эту ценность, той работы, за которую мы ответственны. Если мы ответственны за это, мы получаем удовольствие, когда есть результат. Если же мы этой ценности не находим, ну, тогда можно задать себе вопрос, своим ли делом я занимаюсь. То есть мы дробим пирамиду и говорим, ну, хорошо, ты король наверху пирамиды, ну, и сиди там себе наверху пирамиды. А у меня вот здесь вот очень важный ответственный участок работы. Вот у меня, например, правая половина дивана. И здесь я могу распоряжаться, и от меня зависит, насколько зеленым будет этот диван, на самом деле. Все правильно, да? Все верно? Я понял. Вот! Умею учиться. Ну, а в семье как отношения выстраивать? Если так, каратенчика, закругляю беседу, как быть, если появляется вот такой король, вокруг него появляются слуги, и как-то, может быть, это мешает выстраивать кому-то отношения? Вы знаете, авторитет отца и матери – это та естественная субординация, которой ребенок должен научиться в семье. А между супругами, если? Точно так же и с супругами. Если мы говорим про мужчину, а я, как рассказкотерапевт, все-таки преследую ценности, незыблемые ценности в нашем обществе, мужчина, он должен быть главный. И женщина, она тоже имеет свое чувство собственного достоинства. Она никуда не делась и не потерялась. Она в этих границах, которые дает ей мужчина, может быть свободна. Понимаете? Ну, как-то с трудом, но я попробую в этом разобраться. Ладно. Я надеюсь, что и наши зрители тоже попытаются в этом разобраться. Спасибо огромное, Лариса. Увидимся на следующей неделе с вами. И зрителям напоминаем, что Лариса Инолеева, сказкотерапевт, психолог, была у нас в студии. Обсуждали мы тему субординации. Выясняется, что субординация жизненно необходима. И главный мужчина. Мужчина главный. И нужно уметь правильно подчиняться, не подавляя в себе какие-то личные качества. В общем, вот к таким выводам я пришла. Ну, а наша программа сейчас продолжается. И посмотрим, что нам расскажет новость кино. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok